Как избавиться от запаха пота на теле? Как устранить неприятный запах с одежды? Почему вообще возникает навязчивый аромат пота? На какие виды делятся потливые железы? На эти и другие вопросы мы дадим вам развернутые ответы в нашем видеоролике. А пока мы бы хотели вас поприветствовать на нашем канале. Благодарим вас за просмотр этого ролика. Сегодня вы узнаете много новой и полезной информации. Обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход следующих видео. Потоотделение – это естественный физиологический процесс, но несмотря на это он может доставить массу хлопот, начиная с неприятных ощущений и заканчивая испорченной репутацией. Неприятный запах пота чаще всего возникает под мышками и в области стоп. В некоторых случаях потеет и область, расположенная под грудью. Последнее касается представительниц слабого пола. И в данном случае дело не заканчивается просто потовыми отделениями. Возникают опрелости, которые вызывают весьма неприятные ощущения. Разумеется, с этим необходимо бороться. Прежде чем мы перейдем к способам устранения неприятных запахов, давайте разберемся в основных причинах, по которым эти запахи появляются. Причины возникновения неприятного запаха. Выделение пота – это естественная функция организма, которая играет большую роль для охлаждения тела при повышенной температуре, физических нагрузках или стрессовых ситуациях. Кроме того, эта функция помогает регулировать обменные процессы в организме и поддерживать водно-солевой баланс. А в жаркую погоду это единственный способ предотвратить перегревание организма. Существует огромное количество факторов, которые оказывают влияние на появление неприятного запаха. У женщин объемы потовых выделений вырабатываются в меньшей степени, чем у мужчин из-за разницы в микрофлоре. Именно поэтому на теле у представительниц слабого пола появляется намного меньше бактерий, которые провоцируют возникновение неприятного запаха пота. В организме каждого человека есть два вида желез, которые отвечают за процесс потоотделения. Это икринные и апокриновые. Первые выполняют функцию терморегуляции и при этом способствуют выделению бесцветной жидкости без запаха, которая служит для увлажнения кожи. Апокриновые железы выделяют жидкость, которая внешне напоминает молоко и обладает характерным ароматом. Среди причин, по которым запах пота может быть сильно выраженным, генетические проблемы, наличие осложнений при грибковых заболеваниях, серьезные патологические проблемы, среди которых сахарный диабет, онкология, проблемы с обменом веществ, со щитовидной железой и т.д. Изменение гормонального фона, особенно это касается периода менопаузы и полового созревания. Побочный эффект в результате приема лекарственных средств, в составе которых содержится сера. Постоянные стрессы, перенапряжение, депрессивные состояния. Проблемы с питанием. Кроме того, высоким уровнем потливости отличаются люди с повышенной эмоциональностью, которые часто нервничают, испытывают агрессию или страх. В основном у таких людей потеют ладони, ступни, область груди и подмышки. При лихорадке, простудных заболеваниях, которые сопровождаются повышенной температурой тела, также обильно выделяется пот. Если вы обнаружили, что у вас есть неприятный запах пота, не стоит увлекаться средствами гигиены, поскольку это может стать причиной развития других патологий и заболеваний. Виды потовых желез. Потовые железы располагаются глубоко в дерме, а их протоки появляются на поверхности тела и выделяют пот, обладающий водной основой. В нем также содержится большое количество соли и продуктов обмена веществ. Некоторые ошибочно полагают, что потовые железы имеют одинаковое строение, но это не так. 25% желез вместе с потом выделяют феромоны. Именно эти вещества ответственны за интимную жизнь женщины и мужчины, они вызывают в лечение к партнеру. А гормоны контролируют активность этих желез. 75% желез регулируют температуру тела человека. При испарении воды верхние слои кожи охлаждаются, соответственно, пот защищает организм человека от перегрева. Автономная нервная система, которая работает в бессознательном состоянии, контролирует деятельность этих желез и другие жизненно важные функции организма. Стоит отметить, что потовые железы распределены по организму неравномерно. Наибольшее их количество расположено в области подмышек, ладоней, лба и стоп. А те железы, которые отвечают за выработку феромонов, находятся вокруг молочных желез, в области ягодичной впадины, а также за ушами и вокруг глаз. Способы устранения неприятного запаха. Если говорить о борьбе с неприятным запахом пота, то в данном случае большую роль играет соблюдение гигиены. Люди, которые страдают из-за обильного потоотделения, должны принимать душ минимум дважды в день с применением эфирных масел или другой ароматизированной продукции. Летом следует как можно чаще менять одежду и постельное белье, а для устранения бактерий рекомендуется регулярно сбривать нежелательную растительность на теле. Предлагаем вам рассмотреть несколько способов, которые могут помочь избавиться от неприятного запаха пота. Яблочный уксус. Налейте небольшое количество яблочного уксуса в глубокую емкость, смочите им ватный диск и приложите к той области, которая у вас чаще потеет. Это могут быть подмышечные впадины, стопы, область под грудью или лицо. Данную процедуру необходимо повторять дважды в день. Яблочный уксус обладает противомикробным действием и он быстро убивает бактерии и микробы, которые вызывают этот неприятный запах. Эфирные масла. Возьмите стакан воды и добавьте в него несколько капель эфирного масла. Перелейте получившееся средство в пульверизатор и распыляйте на области подмышек или стоп. Данную процедуру также необходимо выполнять дважды в день. Эфирные масла способствуют лечению заболеваний кожи. Они обладают противомикробным действием и помогают бороться с бактериями, а их приятный аромат поможет скрыть неприятный запах пота. Пищевая сода. Смешайте лимонный сок и пищевую соду в равных пропорциях. Нанесите получившееся средство на область подмышек, стоп или под грудью. Оставьте его на пару минут, после чего примите душ. Процедуру рекомендуется выполнять один раз в неделю, повторять в течение двух недель. Масло чайного дерева. Возьмите 2 столовые ложки воды и добавьте к ним пару капель масла чайного дерева. Затем возьмите ватные диски или ватные тампоны, смочите их в получившемся растворе и нанесите на область стоп, подмышек или любую другую. Процедуру рекомендуется повторять дважды в день. Следует отметить, что масло чайного дерева отлично помогает бороться с неприятным запахом пота. Оно обладает противомикробными свойствами, а также сужает поры в области подмышек. Лимонный сок. Многим известен этот способ. Для его применения возьмите половину лимона и потрите им область подмышек. Оставьте лимон на коже до тех пор, пока он полностью не впитается, после чего примите душ. Для обладателей чувствительной кожи рекомендуется смешать лимонный сок с обычной водой. Такой раствор следует наносить на кожу с помощью ватных дисков или ватных тампонов. Процедуру нужно повторять один раз в день, до тех пор, пока вы не заметите улучшения. Лимон, благодаря своей кислоте, обладает бактерицидным действием. Перекись водорода. Смешайте стакан воды с чайной ложкой перекиси. С помощью ватных дисков нанесите на кожу получившуюся смесь. Этот рецепт станет вашим надежным помощником при сильном потоотделении. Перекись водорода обладает антисептическими свойствами, благодаря чему она активно борется с бактериями, предотвращая их размножение. Как вывести неприятный запах с одежды? Если вы ощущаете неприятный запах пота на вашей одежде, и при этом вы не готовы просто расстаться с этой вещью, выбросив ее в мусорную корзину, ее нужно просто правильно постирать. Возможно, вы уже перепробовали различные варианты стирки, использовали стиральные порошки с ярко выраженным запахом, кондиционеры для белья и многое другое, но все это не дало желаемых результатов. Не отчаивайтесь, мы постараемся вам помочь в данном вопросе. Есть несколько способов устранить неприятный запах с одежды, и первый из них это старая добрая классика, хозяйственное мыло. Возможно, оно уже давно потеряло свое место в ваших комнатах, но зря его недооценивают, ведь оно прекрасно справляется с устранением пятен и неприятных запахов с одежды. Для применения данного способа просто намочите вашу вещь и щедро намыльте ее хозяйственным мылом. Оставьте одежду в таком виде на пару часов, после чего хорошенько сполосните. Только помните о том, что данный способ подходит только для одежды бледных тонов, поскольку яркий оттенок может потускнеть. Если запах пота въелся в одежду достаточно прочно, предлагаем вам воспользоваться уксусом и содой. Возьмите полстакана уксуса, залейте его теплой водой и оставьте в таком растворе одежду на несколько часов. После этого положите вещь в стиральную машину и добавьте к порошку несколько чайных ложек соды. После стирки запах должен исчезнуть. Соль является одним из наиболее эффективных средств при борьбе с неприятным запахом. Для применения данного средства необходимо растворить в стакане воды 2 столовые ложки соли и нанести на места, от которых исходит неприятный запах. Оставьте одежду в таком виде на пару часов, после чего постирайте обычным способом. Еще одним действующим средством борьбы с запахом пота на одежде является лимонная кислота. Она прекрасно подойдет для устранения неприятного аромата шерстяных вещей. Для начала в стакане воды разведите столовую ложку лимонной кислоты. Этот раствор необходимо нанести на проблемные места, оставить на пару часов и только после этого постирать вещь вручную либо в стиральной машине. Если у вас нет времени на стирку, но необходимо вывести запах пота с одежды, воспользуйтесь старым проверенным способом. Возьмите пульверизатор и добавьте в него воду с нашатырным спиртом в равных пропорциях, а также щепотку соли. Распылите этот раствор на одежде. Но следует заметить, что данный способ не подойдет для деликатных тканей. Пожалуй, теперь вы точно готовы к борьбе с неприятным запахом. А мы благодарим вас за просмотр этого видео. Обязательно подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик, если вы не сделали этого ранее, чтобы не пропустить выход новых информативных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова